так мы в прямом эфире так замечательно пока люди собираются всем привет привет всем большой двери с нами алиска пришла эфир вести до помощи всем ручкам при комочек да мой комочек надо да привет привет мои хорошие знакомые все лица такие подключаются так приятно да ну раз пришли 2 3 10 раз значит мы даем полезную информацию старается так ребят да все вы знаете что скоро у нас будет гивэвэй и хотелось бы с вами поговорить на тему фотосессии почему хочется потому что чтобы в них участвовать все-таки нужно иметь хотя бы какую-то какое-то представление о том какой у вас должен быть фотоконтент ваших соцсетях и это очень очень важно и если вы будете делать что-то неверно неправильно и так далее то результат можно делить на 2 то и на 3 то его и вообще не будет очень многие конечно ведут бренд годами и некоторые ведут бренд очень красиво очень классно очень здорово и вообще не докопаешься но опять-таки не обеспечивают приток людей на свою страничку и получается без притока они но грубо говоря постятся сами для себя и для тех кто на них был давным-давно подписан и вот сегодня мы с вами хотим раскрыть одну такую тему в конце пожалуйста задавайте вопросы да всем привет тот только зашел пожалуйста задавайте вопросы именно в конце чтобы мы не путались а хочется вам рассказать какую вообще важную роль имеют фотосессии для инстаграма и почему они удобны во первых почему они удобны да мы с вами возьмем такую вещь как в соцсетях во всех соцсетях нужен контент до нужны фотографии нужны материалы и если у вас этого материала нет то вы должны каждый день думать какую фото сделать где сделать фон накраситься и так далее да то есть прическа да 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 все надо придумать и конечно это занимает огромное количество времени потом фото сделали в это фото обработали да то есть это действительно очень тяжело и люди которые сдаются и не ведут бренд дальше именно таким образом себя ведут потому что им все время нужно они все время думать что им выложить а потому что выложить то ничего до контента нет и я могу сказать что это поняла уже давно года три назад и мы ходим ну примерно раз полгода на фотосессию раз в четыре месяца мы ходим на фотосессию сейчас мы вообще за последние два месяца тут за неделю три раза по моему да ну просто мы уезжали джубку и нам нужна была фотосессия джубе кстати классно было бы на море сделать фотосессию но мы там не нашли фотографа вот они все говорят едьте к нам на студию зачем мне ехать на студию когда у меня море под боком так остался без фотографий взяла одного фотографа а у нее камера была забрызгана в общем с фотографом не повезло так вот сейчас хочется во первых сказать для чего фотосессия вот ирин для чего тебе фотосессия зачем ты на них ходишь во первых это качественные фотографии но все равно если мы снимаем сейчас в основном на телефон да редко у кого дома есть профессиональный фотоаппарат качестве фотографии но она очень сразу видно в ленте да когда листаете ленту instagram то есть сразу видно у кого профессиональной фотографии а кто сам то есть как-то абы-кабы на коленке чего-то там возможно в каких-то программках подредактировал ну это заметно да и но все равно фотограф он профессионал вот я такого мнения что каждый должен заниматься своим делом фотограф фотографировать мебельщик мебель делать там стоматолог зубы лечить ну то есть у каждого своя профессия и нужно доверяться профессионалам то есть во первых его найти такого профессионала который именно вам подходит потому что ну вот у нас был опыт когда ну не с душой до задать фотографии хорошо да но ничего никому не понравилось вот привет аллочка дорогая о казахстан зашел на прямой эфир вот поэтому доверяйте профессионалам ищите профессионалов и мне кажется многие просто жалеют средств денег заплатить и сходить на профессиональную фотосессию но поверьте это того стоит и таких фотографий качественных вы сами ну навряд ли сделаете если конечно вы не обладаете там способностями да вы там возможно учились где-то фотографий этому делу вот а так я всем советую нужно видно качественные фотографии у вас в ленте их будет сразу видно ваша страничка будет выделяться поэтому надо ходить на фотосессии чтобы фотосессии проводить раз полгода их нужно уметь организовывать я вам скажу честно мне было очень тяжело организовать команду на фотосессии в первый раз во второй раз я помню первый это было сложно потому что человек стесняется он сам себе не нравится и так далее и так далее и тому подобное конечно должен делать во первых лидер команды лидер своей веточки то есть допустим кто-то из директоров неважно да где вы проживаете допустим не знаю краснодар или там ташкент да 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 девчонки напишите кто с какого города обязательно напишите вот и так получается что лидер грубо говоря лидер не важно из его команды человек или нет главное чтобы он был с проектов уберлик онлайн собирает девчонок мальчишек на фотосессию вот следующая фотосессия у нас пройдет в москве она будет всего лишь два часа да то есть это будет обычное такое обычные посиделки но мы просто позвали фотографа к себе да у вас серпуха в тольятти астана да в принципе без разницы где вы живете везде есть команда проектов уберлик онлайн самое главное написать чате девочки кто со станы да к примеру отписывайтесь в личку я хочу организовать фотосессию вот они смотри там алла написала что я одна в своем городе у меня команда в другом городе вот смотрите у меня получается что ну аня до моей команде еще у нас ниже она получается моей команде остальные девочки с мы ходим то есть но это не моя команда но это не мешает нам фотографироваться вместе собираться то есть все равно организуйтесь не со своей командой с параллельными структурами с параллельными ветками да приглашайте всех станьте инициатором в вашем городе все равно есть люди с нашего проекта да да то есть набрали людей которые желают сделать фотосессию и дальше конечно как организовать фотосессию вопросов директ просто тьма тьмущая потому что я частенько опащу сторисы со съемок вы это видели в это знаете вот ну во первых нужно поискать действительно хорошего фотографа у меня тут шпаргалка чтобы ничего не забыть сказать нюансов на самом деле много о которых вы даже не задумываетесь нужно поискать хорошего фотографа да то есть во первых самую первую очередь нужно поспрашивать у знакомых да и чтобы они порекомендовали не своего какого-то родственника до которому надо подзаработать а чтобы они именно дали человека дали его портфолио и так далее и так далее и вы бы уже посмотрели нравится ли вам фотосессии яркие или классные ли фотографии как человек ретуширует фото как человек справляется с я нами некоторые отфоткали наложили фильтр и отдали и вот была у нас фотосессия у девушки классная суперская девчонка но ребят такого черта нафоткала это вообще там были и плечи и руки зачем-то и тебя сзади то она и всяко разно с вот как фотки лицо да то есть вот ну еще вот смотрите когда вы смотрите портфолио да сразу видно вот у некоторых ну просто отлично получаются детские фотографии прям изумительные вот такие да но нам нужны фотографии себя любимой да то есть как вы себя позиционируйте как лидера как бизнес леди то есть ищите вот таких фотографов и еще сразу видно у кого очень темные фотографии то есть есть такие фотографы ну реально они как на телефон да им это просто видимо нравится да ну то есть еще такой стиль на фотографии немножко они такие все вот в таком стиле все равно старайтесь что было поярче посветлее позаметнее да договоритесь значит нашли фотографа обязательно обговорите цену обговорите время обговорите все локации обговорите цену именно за час сколько он берет вот если вас что-то не устраивает поищите другого это очень важно не останавливайтесь на одном сейчас много фотографов и есть фотографы дорогие и фоткают реальную чушь а есть фотографы недорогие и для того чтобы собрать им свое портфолио они делают шикарные снимки вот мы один раз ходили к мальчишке вот он уехал из кирова очень жалко боже мой еще донетки петровой мы ходили на фотосессию он таких фото классных наделал ну понятно его москва сгребла сразу да с его умениями он взял с нас копейки и мы с девчонками потом ему еще на карту скинулись просто вот как чаевые потому что ну невероятно красивая классные фотографии до такой степени подобрано все да он смотрит на он на нашу одежду он говорил как встать он нисколько не стеснялся сказать утени животик выпрямись шею там встань так что подбородка не было видно да он сделал из нас вот мне 37 лет сейчас так у меня такое чувство что он сделал из меня 25-летнюю причем практически без ретуши просто потому что фотограф знает фотограф именно фотограф знает какие позы вставать допустим там полненьким девчонкам да то есть это огромная была редкость а конечно когда второй раз ему написала что я хочу еще а после того как он фото обработал это недели две он их отдавал вот он же уехал к сожалению но там у меня подруга анюта петрова она меня фотографировала вот она сейчас турцию ехала мы с горем пополам перебрали нескольких фотографов с горем пополам нашли опять-таки хорошего фотографа да сейчас нас фотографирует тема норм а у него так и называется инстаграм тема норм по моему через точку через точку да через точку тема . норм тоже шикарно нового фото долго ждем он тут поболел правда лечился от коронавируса пока мы ездили поэтому александровский сад вообще быстро пришел а он уже пришел а я не видел только у меня столько фоток я уже знаешь и вот знаете за последние три года у меня накопилось папочек ну может быть 15-20 папочек с различными фотосессиями я сегодня из одной папки завтра из другой послезавтра из 3 и у меня всегда разные фотосессии то есть я разом все не выкладываю я выкладываю по одной фотографии делаю из них живые через пикселок живые такие вот классные фотографии не знаю правильно назвала как бы как вижу так читаю да я немец еще можно про фотографы титопом сразу договаривайтесь что вы получите в итоге да вот некоторые фотографы они отдают просто от ретушированных допустим там 20 фотографий просите обязательно всю папку с исходными фотографиями чтобы вдруг вам ну еще вот кстати с темой разговаривали он говорит что ну то есть он на свой выбор ретуширует фотографии но будет если тебе какая-то вот прям очень понравилось а я ее не сделал ну пожалуйста обращайся я тебе ее сделаю как тебе надо то есть ну договориться же можно обо всем главное спрашивайте как что получите в итоге и исходную папочку то есть это вообще все 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 фотографии которые у него нащелканы были он их нам тоже отдает да да то есть это тоже очень важно то есть обговаривайте отдаст ли вам фотограф исходники если вам понравится как фотограф нафотка но вам не понравится его ретушь исходники всегда можно отдать другому человеку за отдельную плату и он вам сделает как он даже сказать он вам сделает так, как вам хочется. Так, второе, значит, третье вернее. Значит, вы должны определиться, какая фотосессия вам нужна, групповая или одиночная. Я лично выбираю групповые фотосессии, потому что это намного лучше и привлекательнее. Когда человек один в соцсети, вообще один, абсолютно один в соцсети, все время то сбоку, то сидя, то стоя, то опять с другого бока и так далее, голову вверх, голову вниз, сзади и так далее, это, ну, конечно, скучно. Еще в одной одежде? Еще в одной одежде. Это вообще как бы недопустимо. Фотографии должны, ну, примерно из одной фотосессии появляться самые идеальные раз в 10 фото. Раз в 10 фото, знаете об этом. И когда человек одевает одну и ту же блузку, чтобы провести, например, прямой эфир, это тоже как бы, ну, не особо хорошо. Я не говорю, что на каждый там прямой эфир и на каждую фотографию нужно подбирать. Получается, сейчас, подожди, спамщика, заблокирую. Так, пожаловаться, выйти, прикрепить, вот, все, скрыть. Пишет, пишет пакости. И дальше, значит, все уже удалила я его. Значит, далее, значит, определиться, что вам нужно. Значит, одиночная фотосессия, она тоже нужна, если у вас вообще ни разу фотосессии не было. Определиться, где вы хотите, на улице или в студии. Да, то есть за студию тоже нужно доплачивать. У меня большинство фотосессий это студийные. Но когда я выбрала студию в очередной раз из-за того, что на улице уже было то ли холодно, то ли что, девчонки удивились, что, оказывается, на студии намного фотки лучше, нежели чем на природе. Да, то есть они, оказывается, пошли в первый раз, и им тоже как бы было это впервые. Им больше понравилось в студии, конечно же, фоткаться. Но всю зиму я фотографируюсь обычно в студии. Вот, в студии удобно, тепло, можно переодеваться. Там есть ширма, там есть зеркало. То есть если вы снимаете фотостудию, там есть все, чуть-чуть даже не до фена есть. По-моему, в некоторых студиях все вообще, зеркала есть для примерки. В общем, да, последние фены, плойка и утюжок, там прям все. Все, да, как бы никаких вообще нареканий нету. То есть ты приходишь, ты можешь с нуля даже там накраситься и пофоткаться. То есть абсолютно все есть. Вот, и конечно, когда групповая или одиночная фотосессия, можно на групповой фотосессии попросить у фотографа еще пофоткать вас не только всех вместе, но еще и каждого по отдельности. Но это будет входить во время фотосессии. Например, есть фотографы, которые берут поштучно за фотографию, за каждую. А есть фотографы, которые, вот мы сейчас в Москву собираемся, а в Москве, что, 2500 час. Да, то есть в Кирове у нас берут 2000 час, а в Москве берут 2500 час. Ну, Москва, она, конечно, подорожит. Вот, и на групповой, я тебе скажу, скажите, очень удобно. Пока один человек переодевается, в это время фотографируется другой. Да, то есть мы вот таким образом по очереди. Значит, обязательно нужно выбрать луки, образы, одежды. То есть если вы в одном платье на 10 разных фотозон придете пофоткаться, то фотосессии у вас, можно сказать, не состоялось, потому что нечего будет выкладывать. Поэтому обязательно сначала посмотрите студию или, допустим, ну, локацию какую-либо, да. Локация, это может быть там, не знаю, вот сейчас на данный момент это золотой лес или студия какая-то с белым фоном или, ну, что вы там делаете, да. Всем привет-привет, ты только что зашел. Вот тут важно обязательно... Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что луки, чтобы еще между собой у вас сочетались. Да. Потому что если один человек придет в платье, в пол, а другой придет в майке и джинсах, вместе на одном фото вы как бы будете не очень гармонировать. Да, да, да. Поэтому договаривайтесь. Вот, и поэтому, когда групповая фотосессия, мы, кстати, договариваемся, да, и я, допустим, как зачинщик обычно фотосессии, я скидываю все, что я с собой беру. Например, я с собой беру вот эти джинсы, эту кофту. Чемодана. Да, бывало и по три Чемодана. Например, я с собой беру эти джинсы, кофту, кроссовки. Я с собой беру этот пиджак, эти брюки и эту блузку. Это платье я с собой беру. То есть я все им показываю и говорю. Вот эти туфли, вот эти сапожки. Да, да, да. То есть и говорю. Значит, нас, допустим, собирается девять человек. А первый человек приезжает готовый и сразу же начинает ходить по фото зонам и фотографироваться, да. Допустим, я беру с собой еще там книжки, бокалы могу взять, там кружки с логотипом, шоколадки. То есть какую-то продукцию, да. Вот мы как-то раз снимали дом. Дом, двухэтажный дом, красивый классный дом. И мы в ванной поставили там гель для душа, да, то есть... Ну, двухэтажный дом, телефоны, все берем. Вот, мы всего набрали. И, значит, в ванной у нас получилась классная фотосессия, потому что там были халаты, да. То есть и одна фотосессия получилась, у нас были образы, где был и пиджак, и домашние пижамы, и вязаные кофты, и халаты. Халаты, то есть огромное количество, да, луков и локаций, огромное просто количество получилось. И это классно, это здорово. И вы не представляете, как это весело. Это вообще шикарно просто. Мы еще там чай попили, у нас были кружечки, мы с полом посидели. Да, пили чай, да, 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 да. Средством для посуды у раковины постояли посуды. Да, 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 там что-то было типа кухни. И вот дом снять на 9 человек, это вообще копейки оказывается, потому что снять дом под фотолокацию, это ушло у каждого, по-моему, по 400 рублей, что ли. Да, немного совсем. Копейки, копейки, сущие копейки, ребята. У них за сутки идет как бы дорого, если ты снимаешь у них дома, а если едешь только на фотосессию, то есть, и они рады. Ну, мы ездим сюда в будние дни, то есть там никого не бывает. Ну, по выходным действительно дороже, но... Но если записаться заранее, можно и... Ну, да, да. Вот, значит, и вот тут тоже самое главное, что понимать, вот у нас были иногда разногласия, девчонки, я хочу в вечернем платье, подожди, сейчас мы все в джинсах отфоткаемся, а потом ты наденешь платье, и все будут надевать... Нет, я хочу, придут переоденутся. Ну, все, ты с нами уже с футболкой и с джинсами в своем вечернем платье и рядом не встаешь. Иди в сторонку. Иди в сторонку. Как так, как так? Я говорю, ну, потому что когда будут вечерние платья, вот тогда ты подойдешь к нам и будешь с нами фоткаться. То есть, ну, вот тут тоже есть как бы свои нюансы, да, в этих фотосессиях. Вот, у некоторых людей, ну, бывает, вот, как даже сказать, да, непонимания, да, непонимания бывают. То есть, вам надо все это контролировать и стараться, чтобы все вышло хорошо и по вкусу, и чтобы все было четко и классно. Далее. Определитесь, для чего вам нужна фотосессия. Вот, например, люди, даже которые не зарабатывают в интернет, вообще ходят на какие-то семейные, датные или там какие-то событийные фотосессии, да, допустим, 8 марта, Новый год, беременность, да, ну, вот это все. И когда смотришь на фотографии девчонок, думаешь, боже мой, как красиво, как классно они придумали, почему наши девчонки с проекта намного меньше фотосессий проводят. Я не понимаю. Я не понимаю. Плохие фотографии дели рост на два. Если ты рекрутируешь что-то в сетях, в первую очередь, это, конечно, пострадает твой визуал без этих фотографий. Ну, ладно, поехали дальше. Значит, выбираем луки, договариваемся между собой. То есть, вы, допустим, группой собираетесь пофоткаться. Вот, у нас было 5 часов, у нас было 3 часа, 6 часов один раз, по-моему, был. 6 часов, это, конечно. Ну, вот в доме, наверное, было. 6 часов мы очень устали. Ну, там было 2 дома. Мы домой приехали, да, там было 2 дома. Мы приехали, просто лежали. Мы ничего больше не хотели. Мы так набегались, это был просто кошмар. Набегались, не переодевались. Мы ещё были с детьми, помнишь? Ой, дети-то ещё бегали, орали. О, это вообще-то кошмар. Вот, конечно, 6 часов. Если с вами дети, берите еду. Да. Они только приезжают, им надо поесть и попить. Да. Вот. И, значит, что получается? Но нам хватило чуть не на полгода этой фотосессии. И мы до сих пор ещё не все фотки выложили, ещё до сих пор не все фотки закончились. То есть раз в полгода собраться, уделить целый день 6-часовой фотосессии. Взять с собой, да, там, к примеру, 20 луков одежды. Да, то есть, ну как 20 луков? Например, вы надели... Вы найдёте себе пару, подходящую по размеру, одинаково. Мы, да, мы с Ириной переодевались, тоже здорово, мы менялись одежды. Допустим, если вы на блузку наденете пиджак и пофоткаетесь в пиджаке, это, ну, как бы, получается уже здорово, да? Уже две разные кричинки. Да, пиджак сняли в одной блузке, уже второй лук, понимаете, да, сами. Блузку переодели, третий лук, а всё это может быть в одних штанах или в одной юбке, да? То есть, самое главное, всё по-разному. Волосы сверху забрали, четвёртый лук, понимаете? Ну, образ в смысле. Вот, далее, значит, вот, тут главное вот это вот совпадение, да? То есть, и в ванной, и в вечернем платье, думаю, не стоит фоткаться, да? И то же самое в халате не стоит фоткаться, если вы, там, ну, с ноутбуком. Но вообще можно даже в халате, да, то есть, развлечься на кровати и открыть перед собой ноутбук, что вот я работаю дома, выгляжу, как хочу и делаю, как хочу. И однажды утром вы проснётесь, вам нужно будет делать какой-либо пост, а вы, а вы просто вот вам, ну, неохота краситься, неохота, там, наводить марафет, а у вас всё готово. Вы идёте, пишите пост, потому что у вас есть, да, то есть, материал, с которым вы можете работать и сотрудничать, и гордиться собой, и любоваться собой, даже если вы, вот как у нас девчонки пишут, а я заболела, я не могу пойти на фотосессию, меня вид не особо, даже когда вы болеете, вы будете выглядеть великолепно, потому что, когда вы были здоровы, вы успели наделать себе на полгода фоток вперёд. Это очень, как бы, для бренда, для всего это очень важно, эта тема. Номер один для каждого новичка, если новичок начинает свой бизнес с оформлением визуала, это уже, можно сказать, чуть не половина успеха, да, упрямость, старательность, это всё хорошо. Но если, извините меня, фотографии, дома делать фотографии, некачественным телефоном, тёмное фото, где будут какие-нибудь обшарканные диваны, обои желтушные, да, ну всё, можно вообще сказать, что можешь вообще не рекрутировать с такими фотками, никто к тебе и не придёт. Это нужно обязательно понимать, это нужно обязательно говорить своему каждому новичку. Когда на меня обижается новичок, который только пришёл, и я ему говорю, фото ни к чему такие выставлять, сходи на фотосессию, он меня начинает попрекать, вы же говорили, что у вас без вложений, вы же то, вы же это. Ребят, ну извините меня, вложение, не вложение, если человек понимает серьёзность вообще бизнеса в соцсети, он должен понимать, что визуал – это самое главное. Если ты не можешь сделать самое, если ты не можешь посмотреть на этом же Ютубе видеоматериалы, как научиться сделать красиво, пусть за тебя это сделает профессионал, которому ты отдашь деньги. Последний раз мы скинулись за три часа по 666 рублей. Ой, как дорого! Ой, как дорого! Ни у кого столько нет. Я лучше полгода буду пахать безрезультатно, но ни за что не отдам по 666 рублей. Кстати, у неё это вышло, знаешь, у кого? У Надюши Овчинниковой, она с нами в кафе не пошла, а у нас вышло по 800 с чем-то рублей, потому что, да. Ой, как дорого! И ещё вот, смотри, не знаю, у тебя есть там такой пункт или нет, про, ну то есть, подготовьтесь к фотосессии, смотрите другие, не знаю, вот сейчас есть, ну, как не знаю, назвать это социальная сеть Pinterest, да, вот нам тут Танюша Андреева у нас в чате по giveaway накидала такие классные фотографии, то есть вы смотрите и, ну, то есть показывайте прямо фотографу, вот я хочу такую фотографию, ну, то есть как-то там, ну, он вас поставит как надо, то есть фотографирует, ну, примерно верно, да, ну, чтобы вам это понравилось. Потом есть, наберите прямо в поиске позирование, как позировать на фото, да, то есть вам всё скажут, куда руки, куда плечи, как не надо, как некрасиво получается, как не надо сутулиться. Вот я помню, Аня Петрова, плечи опусти, плечи опусти, вот у неё постоянно было. Улыбайся, опусти плечи, грудь вперёд, утяни живот, выпрямись, да, чтобы вот... То есть столько много информации, вы её просто, ну, поищите, и уже идите на фотосессию, допустим, куда-то себе все вот эти картиночки, там, не знаю, в Телеграм, себе вывозбранные, да. Да, все позы, в которые вы хотите. А, вот помнишь, мы тут стикеры тоже, мы придумали снимать стикеры. Да, мы зашли в чат, мы нашли, ну, хороший стикер, и всё просто скопировали, то есть стикером с лампочкой. Ирина, сколько у нас было по 600 рублей? Тебя не было же на последней фотосессии. Эх, ты! Как мы там у нас не позже. У вас были Таня Лебедева с дочкой. Так, два. Я Антон. Катя. Катя Вика. А дети не считаются. Надя. И Надя. И всё, по-моему. Это что, 7 человек. 7 человек, 2 часа. Ну, да, вот где-то поэтому получилось по 600 рублей. Посчитай. Ты не умеешь? Не, я... Я тоже не умею вымешать. Ну, в общем, чем вас больше, тем вам будет дешевле. В общем, ребят, как мы собираемся на фотосессию? Фотограф говорит, к примеру, 2000 рублей в час, да? Он сказал... Чё, шабаршу, да? Он сказал, 2000 рублей в час. И вы идёте за эти 2000, неважно какой толпой. Он поделал одиночные фотографии, поделал групповые фотографии, парные, там, по трое человек, всей толпой. И сколько фотографий вышло за эти 2000 рублей, мы не знаем. И мы потом эти 2000 делим... Ты сменил цвет волос? Оля, я просто помыла. Грязь отпала. Крен. Оля, я... Как это вы... Угурченко, ты говоришь, я не крашеный, у меня натуральный цвет волос. Ты, кстати, натуральный же. Это я вырастила свои, да. Да, здорово. Какой только не была, там, и рыжий, и пёстрый. Ну, хорошо, седины нету, вообще здорово. Так, значит, дальше. Уместный мейк и прическу обязательно нужно сделать. Что это имеется в виду? Не умеете делать мейк-прическу, закажите себе мастера на дом. Или сходите к мастеру в... Ну, я лучше на дом заказываю. Потом я сразу же быстренько перебегаю в такси, чтобы у меня всё было отлично. Дождь, ветер, вьюга, я всё это боюсь. Особенно, если студийная фотосессия. Это бывает портретно, это бывает крупный план. Поэтому я уже себя берегу, как могу. Бегом в такси, никакие уже там, ни автобусы, ничего вообще. Села, доехала до места, и всё. Да, то есть, что нужно понимать? Камера съедает 80% макияжа. Не бойтесь, не бойтесь наносить макияж жирнее, чем вы краситесь в поседневной жизни. Не переживайте. Вы потом мицеллярочкой можете сразу же после фотосессии всё смыть. Сделайте бровки почернее, глазки посильнее. Нанесите контур побольше, да, губки поярче. Тут побольше контура нанесите, чтобы личик оказалось, да, на камеру худее, да. То есть, вот эти вот места проработайте, чтобы они у вас такие вот были, да. То есть, постарайтесь сделать так, чтобы у вас, ну, приближалось прям к идеальной женщине, да. Ну, мужчины, конечно, не красятся, у них и так всё в порядке. Вот везёт им, побрился и красавчик. Вообще, где свою видливость? Да, белая рубашка уже красавчик. Я ещё хотела дополнить, что у нас так получается, мы все собираемся у Ани перед фотосессией. То есть, и вот эта вся энергетика положительная у нас уже начинается до... Да, мы встаем в 5 утра, не можем расковырять глаза. Музыка на весь дом. Да, весь дом пахнет кофе, музыка на всю квартиру. У нас соседи спрашивают, что у вас такое? Я говорю, отстаньте от нас, нам и так плохо, мы в 5 утра встали. Да, то есть, ну, как бы бывают такие моменты. Фотограф тут же к нам приходит, над нами тоже смеётся, ходит, говорит, вы как такие поедете? Я говорю, Тёма, мы умеем, как это, не реинкарнироваться, а как это слово-то? Вот, да, я говорю, мы умеем вот брать себя в руки, когда надо. Когда не надо, говорю, мы не берём себя в руки, да. То есть, фотосессия, всегда улыбайтесь на ней. Улыбайтесь, в любом случае улыбайтесь. Улыбайтесь как можно больше. Чем больше позитива на вашей страничке, тем больше людей к вам будут благосклонны, и тем больше людей придут к вам в команду. Сейчас в жизни вообще очень мало позитивных людей. Очень мало, и это жалко. Да, значит, прическу. Смотрите, если мейк вы можете подкрасить в любое время, то ту прическу, которую вы сделали, вы с ней уже будете практически всю фотосессию. Я вам предлагаю, к примеру, да, если это девчонки, сделать сначала прямые, потом там на месте быстренько подвиться, потом, значит, забрать эти подвитушки вверх в конце фотосессии, у вас будет не только куча луков, но ещё и куча разных причесок, да. Если, например, вы не умеете, если, например, вы не умеете сами себя забивать, то тогда лучше попросить уже парикмахера сделать прическу, забрать её наверх, и сначала пофоткаться с локонами наверх, да, забранными, а потом сказать, что я хочу вот так вот пару шпилек достать, чтобы у меня локоны распрямились, и уложить их, и дальше фоткаться, да, то есть таким вот образом. Тоже классно. Я уже так практиковала, и забирает, мне мастер забирает голову наверх, я потом всё достаю, немножечко пожамкала, уложила, там кудряшки чуть-чуть подвила пальчиком, да, вроде всё нормально, фоткаю их дальше, прическа не портится, то есть разные прически тоже обязательно нужны и важны. Вот, убирайте из фотосессий вязаные шапки. Ну, мне вот не нравится на фотосессиях вязаные шапки, потому что всё-таки, если вы идёте зарабатывать в интернет, больше всего нужно, конечно, пиджаков, да, каких-то причесок, пиджаков, платьев, что-то деловое, что-то строгое. Я не люблю, если честно, Ира, ты меня прости, но я не люблю, когда очень много фотосессий с цветами на одежде, да, то есть вот когда девчонки приезжают в блузке, которая вся цветастая, я понимаю, что фото уже не выйдут делового характера, и групповые фото делового характера особо уже не получится, потому что, ну, как бы, цветочки – это, ну, не совсем то, что нужно. Ты же считаешь цветочки? Да. Ладно. Мне просто так это платье нравится. Ну, оно, правда, клёвое. Оно, правда, клёвое. Оно такое-то внешнее, но мне нравится. Ой, откуда вы, спамщики, берётесь? Так, дальше, значит. Так, уместный мейк-прическу обязательно сделайте. Сделайте, потому что полгода вы будете постить себя. Вот какой вы будете, такой вы будете. Как мне одна сказала, не хочу мейк, не хочу прическу, она высушила голову, расчесала голову и пошла фоткаться. Ну, мне не понравилось, как она вышла. Я вижу, что у неё не будет результата. Ну, ребят, пусть вы платите за групповую фотосессию не такие уж и крутые деньги, но если вы на групповой фотосессии, да, то есть, ну, это нормально – привести себя в порядок и быть, ну, как бы не ниже уровнем тех, кто пришёл, не подводить своим присутствием групповых фото тех, кто пришёл. Вот. Вот это обязательно, обязательно старайтесь, чтобы у вас было вот какое-то вот это вот взаимоуважение. То есть, это всё нужно в чате обговаривать, а не когда вы подразумеваете то, что все придут в пиджаках, а все пришли там в майках, в джинсах, да, драных, и вы стоите одна такая в пиджаке и анимели, да. То есть, если фотосессия групповая, всё, что одевать, вы обговариваете в чате, чтобы потом не попасть в глупую ситуацию. Это мега важно. Вот. Значит, расскажу ещё про, как у меня фотосессии проходят, да. То есть, в рабочем чате я отписываюсь с предложением. Фотосессии набираются примерно 11-12, иногда 9 человек. Детей всегда фотографы берут всех, в принципе, бесплатно. И вообще фотографу наплевать, сколько человек, и сколько будет единичных у вас кадров, если он берёт деньги за час. Главное, чтобы этот фотограф действительно был подобран очень сердобольно. Потому что какой бы вы суперской и крутой не были, если фотограф плохой, он сделает так, что вы подумайте, что, боже мой, я на 10 лет старше и на 100 килограмм больше вешаю, нежели на самом деле, да, на этих фотках. Вот. Значит, набралось 11 взрослых у нас, вот как-то на фотосессии, да. Затем мы продумали, сколько образов будет, отписались, кто что берёт. Обычно отписывается зачинщик, потому что если все будут писать, это будет не особо интересно. Далее, значит, с вечера собрали, погладили всю одежду. То есть мы уже, мы собираем одежду за день до того, как выехать на фотосессию. Да, то есть вещи для фото. Ну, какие могут быть? Вот я тут себе пометила книги, пледы, нашу продукцию, булочки для пикника, чай, кофе, чеки, да, то есть награждения, воздушные шарики можно заказать. Да, то есть, действительно, у нас в прошлый раз набралось два огромных чемодана. Ну, что поделаешь? У нас есть автобус Фоберлик Онлайн в Кирове, который нам служит и... Перемечив Фоберлик Онлайн. Да, переодевальной комнатой. У нас всё может проходить в машине, поэтому автобус всегда с нами. Ну, микроавтобус, пульсваген-транспортер у нас с нами путешествует, всех нас перевозит и терпит, и ждёт. Да, спасибо огромное, да, Алёшечка. Я знаю, ты нас смотришь, а может, уже и не смотришь. Вот, и смотрите, с вечера всё собрали, утро обязательно масочку какую-то увлажняющую, хорошую, мейк на лицо обязательно, прическу обязательно, вот. И подумайте, да, то есть всё это нужно продумать. Если вы с утра забегаете, что надеть, что надеть, и начнёте платить, то вот как раз и будет. Вы всё забудете. Я вот записываю. Вот всё, что Аня перечислила, там, книги, потом мы брали вот по маркетинг-плану брошюрки, ну, вот всё, что у нас есть, все реквизиты, ручки, всё, что угодно, всё можно брать. Да. И всё запишите себе. И утром поехали, встали, ага, это взяла, это взяла, это взяла, это взяла. Вот, вот. Да, то есть и на месте в доме распределитесь. То есть сначала у нас получаются фото одиночные, все по одной пофоткались, потом в этом же самом образе, пока никто не переоделся, фоткаетесь все вместе. Потом первый человек идёт, к примеру, переодеваться, а последний, который не успел в одиночной пофоткаться, дофоткивается. Первый переоделся, и так все по очереди. Да, то есть особенно, когда с детьми, им то поесть, то пописать, то ещё что-нибудь. То поиграть. Да, то поиграть, то пореветь, да, то есть мамашам было некогда, и они пропускали, допустим, вперёд себя людей, и потом самыми последними переодевались и так далее, да, то есть как бы взаимовыручка есть, все мамашки, и все друг друга понимают, и как бы вообще вот у нас ни одной фотосессии не было какой-то там злой, молчаливой. Мы всегда смеялись до слёз. Вот, единственное, что страшно, что косметика поплывёт, если до слёз смеёшься. Вот, значит, ещё раз, да, сначала фото одиночное, и по очереди в первом образе, да, примерно посерединке общее фото, и после общего фото переодеваются те, кто уже пофоткался в первом образе, и дофоткиваются те, кто ещё не пофоткался в первом образе. То есть это очень просто. Вот, во-первых, мало времени не ждать, и всё здорово. То есть мы начали примерно в 9 утра, да, и закончили, вот у меня тут написано 18 на ноль конец. Но это мы ещё пока до этого дома ехали, помнишь? А, с 10 до 18, да. Материала сделали очень много, плюсом ко всему исходники, которые я могу через обычный бьюти плюс сама сделать ярче и красивее, да, ещё эти исходники. Вот, и, конечно, самое шикарное, это мало того, что мы поработали, мы ещё и поболтали, мы познакомились, мы посмеялись. Есть те, кто был впервые, и они многому у нас научились. Ну, конечно, на фотосессиях, если делать всё по совести, изрядно устаётся. Устаётся и устаётся сильно, но я могу сказать, что это такой кайф. Вы сделали, допустим, работу там на 4 месяца вперёд, на месяц вперёд, да, у кого, кто сколько фоткался, на полгода вперёд вы сделали фотосессию. Это невероятная гордость собой, что ты проделал такой труд, пусть это и сложно. Я ещё что-то хотела дополнить, но у меня мысль убежала. Сейчас я вспомню. Ребят, всё, теперь вы можете задавать вопросы. Спасибо вам, что дождались конца эфира. Мы рассказали всё, что хотели. Надеюсь, вы не постесняетесь зададите все вопросы. Собирайтесь, станьте инициатором. Соберите вокруг себя людей, которые тоже хотят пофотографироваться. Пусть они не из вашей команды. Пожалуйста. Да, Аля, ты права. Удовольствие колоссальное. Так, ну всё, тогда, наши дорогие, я вижу, что вопросов нет. Спамщики. Это, наверное, с гивовой я у меня. Гив запущен. В общем, лишу я. Скрыть. Да. Всё. Вскрываю. И нечего участвовать. А то ещё выиграет такая грубиянка. Мы собрались, правда, малые три человека. Уже шикарно. А то же вот, когда втроём ходили, просто у вас будет больше фотографий одиночных, когда, ну, то есть, каждому можно много времени уделить. И всё прекрасно. Три человека, если у вас соберётся, это уже достаточно. Уже можно куда-то выходить и собираться. Ну всё, ребят. Как видите, у меня профиль большой. Хейтеров много. Поэтому приходится читать некрасивые комментарии. Вот. Но я всех, вроде бы, блокирую. Это люди, которые хотят начать участвовать в конкурсе. Я запустила, да. То есть, им неинтересна работа. Они надеются, что что-то выиграют или не выиграют. Вот. О, привет из Абхазии. Привет из Кирова. Да, привет из Кирова. Ну и всё. Обмен фишками. Там не успевая сопроизводиться, а-ля. Если честно, знаешь почему? Потому что всё бегом, всё бегом, всё бегом. А потом устали. Вот реально, потом устали. Ну это такая приятная прямо усталость. Да. Удовлетворение от того, что ты сделал такой большой объём работы. И сделал всё это за раз. И ты с утра встал. Какая разница какой ты. У тебя есть целая, да, папка с фотографиями, где ты всегда хорошо будешь выглядеть. Да, ребят, скоро будет конкурс у нас на странице. Мы будем разыгрывать 100 тысяч рублей. Он начнётся 1 ноября. 1 ноября. Я всё пытаюсь сказать октября. Я ещё в октябре же живу. Вот. Оля, пень на волушке. Да, Олечка. Счастливо позагорать. Мы уже всё. Мы уже со снегом живём. Мы уже пуховики достали. У меня сегодня у дочки в садике, на площадке дети поделили весь снег. У кого чей снег? Кому какой снег достанется? А Вика у меня соседней сходила, набрала соседней площадки игровой. Ну всё, всем пока-пока. Вижу, что точно нету больше желающих задать вопрос. Собирайтесь на фотосессии, ходите. Это очень полезно и классно. Ну всё, всем пока-пока, ребят. Всё вам рассказали. На самом деле всё легко, всё просто. И это так облегчает жизнь. Это так экономит время. Это так поднимает качество рекрутинга. Что просто с какой стороны бы вы не посмотрели фотосессии, это самое важное. Кстати, вы ещё можете нанять видеографа, как мы делали, да. Он делает, по-моему, 3000 у нас ролик. Один ролик, 3000 он делает. И он снимал, как мы снимались. И потом сделал бэкстейдж. И мы все ещё это видео выложили. Хохотали. Да, хохотали. Тоже было здорово. Как мне маской по башке прилетело, да. Ну как мы садились, за нашими спинами подкидывались маски Фоберлик. И, ну такие, знаете, цветные, яркие, там, голубые, оранжевые, фиолетовые вот эти вот. И одна маска мне схлопала прям по голове. Но фото успело получиться. Я ещё, знаете, что хотела сказать, что вот когда мы на первую фотосессию ходили, да, ну, когда на себя смотришь потом, я поняла, что я на всех фотографиях вообще одинаково. То есть, ну, эмоция, вот какая-то улыбка, взгляд, всё было одно и то же. То есть, и когда я пришла на следующую фотосессию, то есть, вот я уже посмотрела, ну, какие бывают фотографии, то есть, как можно больше разных эмоций давайте. Потому что, ну, посты вы потом будете писать. Вы иногда на фотографию посмотришь, о, вот под эту фотографию надо вот такое что-нибудь написать. Ну, как бы у вас уже мысли потом возникнут, да, и, допустим, где-то там удивление, там задумались. Ну, всё что угодно придумывайте. Чем больше будет разных эмоций ваших, тем лучше. И ещё, вот я вспомнила, что я хотела сказать. Когда вы выставляете фото в Инстаграм, да, старайтесь, чтобы они у вас были разноплановые. То есть, вот некоторые аккаунты смотришь, везде, ну, вот просто крупным планом портрет, лицо, и всё. А где вы? Скучно. Да, вы где-то, вы по пояс, где-то в полный рост, где-то, ну, чтобы вы были всегда разные. Не выставляйте одни и те же фотографии. И когда на фотосессию приходите, тоже фотографу сразу говорите, мне нужно разный контент. Да, сверху, снизу, сзади, слева, справа. Да, да. Ну, и мы даже туфлями меняемся, и сороковой размер ноги в тридцать седьмой нормально. То есть, восемь у меня. Ради кадра можно сделать всё. Да, да. Ну, всё. Всё, огромное молодцы, что пришли. Я надеюсь, что мы вам помогли этим эфиром. Помогли девчонкам, которые участвуют в моём гиве, как спонсоры, да. Я буду безумно счастлива, если у вас будет всё лучше, лучше и лучше. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых эфирах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!